Участники нашей экспедиции знают лейтмотив и комплексный подход, основную идею, которая заключается в том, что мы сегодня пытаемся смоделировать на нашей конференции. Это участие максимально широкого числа специалистов разных направлений в решении общих задач. Но география ставит перед собой не много не мало решения проблем от геологии до идеологии, но подойти хотя бы к осознанию этих проблем. А мы в рамках своего проекта и своей деятельности пытаемся разработать, проработать максимально историко-географический, комплексный историко-географический подход. Не случайно следующие выступающие будут преимущественно историками после нас с Александром Георгиевичем. Я совсем кратенько постараюсь привести пример того, как можно использовать старинные карты для решения наших комплексных задач. Они являются ценнейшим источником информации и идеологической, и совершенно конкретной географической, локальной, и историко-культурной в целом. То есть совершенно с разных аспектов этот инструмент, это произведение одновременно науки и искусства, как старинные карты, можно использовать в решении своих задач. Наши задачи комплексные, историко-географические. Северное при Черноморье в этом отношении является, конечно, бесценным источником информации по истории, географии, топонимии. Такой общей задачи по систематизации наследия, а оно колоссальное, картографическое наследие, до сих пор не ставилось. В отношении северного при Черноморье, северо-западного, которого я детально, которому максимально уделяю внимание. Важнейшей научной задачей, решение которой позволяет создать более объективную картину прошлого, служит систематизация вот этих источников и, конечно, их сравнительный анализ. Результаты региональных исследований исторически сложных регионов, таких как Центральная Европа, в том числе Северная при Черноморье, позволяют сделать обоснованные выводы о том, что такой комплексный, полимасштабный историко-географический подход может быть полезен для решения исторических, современных, научных, практических задач. Он интегрирует накопленные знания в различных научных отраслях, а также дает основу для дальнейших географических, исторических, этнографических, культурологических и других практических исследований. Высокое разнообразие историко-географических ландшафтов, а я интенсивно стараюсь внедрять и развивать этот термин, он мне кажется очень удачным, охватывающим как раз и природную составляющую, и вот эту человеческую эволюцию в пределах этих природных ландшафтов, в которых сформировалось в течение многовекового исторического процесса историко-географические регионы, а Крым является одним из лучших примеров такого историко-географического региона, в котором и длительная природная история, и очень длительно такая же в нее включенная история уже активной эволюции человека. Это приводит к существенным этническим, религиозным различиям, многоукладность, значительная пестрота идентичности, политических предпочтений и, конечно, богатое культурное наследие. Вот только в комплексе, обращая на все эти аспекты внимания и понимая, зачем мы детально так, препарируя и исследуя какие-то свои конкретные вещи, зачем мы это делаем, только понимая в целом и слыша друг друга, мы можем другим объяснить, зачем вообще все это происходит. Конечно же, важнейшие в этом отношении картографические методы. Их широкое применение не только полезно, но и необходимо при проведении полимасштабного историко-географического анализа, который предполагает различный пространственно-временной уровень детализации, систематизации природного и историко-культурного наследия, этапов его эволюции, географических факторов, обусловивших конкретные этногенетические и культурологические процессы. Ну, такие вот исследования нам были проведены в отношении большого бакро-регионального анализа Средиземноморска, Причерноморского региона. Совместно с Тамарой Артаковной и коллегами мы вот этот подход проработали немножко. Топонимические, глубокие топонимические исследования, перенесенные топонимы, топонимы сосновой молдав-молдов. Мы детально исследовали с Евгением Георгиевичем Паскарем, завтра будет выступать тоже, в том числе по картографии. На мезо- и микрорегиональном уровне для северо-западного Причерноморья, историко-географические ландшафты Среднего Днестра, они характеризуются слабыми урбанизационными процессами, но чрезвычайной пестротой и концентрацией памятников природного и культурного наследия. А сильно урбанизированная центральная Молдавия, Кишинев, окрестности, мы реконструировали историко-географический ландшафт Средневекового Кишинева. И открыли потрясающие вещи, в первую очередь с помощью картографического анализа, анализа старинных карт и современной систематизации наследия и анализа этих данных. Ну вот конкретно, если немножко видно на экране, вот этот огромный Средиземноморско-Причерноморский регион, мышкой вот я вот вожу, значит охватывает, посмотрите, бассейновый подход к решению неформального региона, определение границ, а где граница у этого региона. Конечно, Причерноморье входит в эту большую Средиземноморскую зону, например, Крыма, мы великолепно это видим. И на карты античные, время возникновения картографии, этот регион попадает одним из первых. Но нету на Земле, вот этот вот регион в целом является первым, который начинается картографироваться еще в античную эпоху. И потом в течение всей истории ему будет уделено внимание. Ну, буквально мазками, вот здесь карты специально созданы на основе топонимических исследований в рамках вот этих комплексных картографирования наследия на мезо- и локальном уровне. Ну, результаты, например, анализ одних из первых топографических карт региона для Средиземноморья, это Баплан, конечно, его потрясающее наследие, позволило найти на берегах Днестра вот старую, старинную церковь, о которой, о том, что она настолько старинная, не знали до сих пор даже культурологи, специалисты, которые занимались этими вопросами. Благодаря внимательному анализу этих карт Баплана можно узнать о существовании. Вот видите, на большой общей карте здесь нету этого пунсона, но им разработаны и генеральная карта, и специальная карта, которая фактически является прародителем современного этапа топографического изучения местности. И здесь, напротив вот этого куча неча, это сейчас Великокосница, здесь стоит пунсон церкви. Это фактически первая, одна из первых церквей, храмов, обозначенных на старинных топографических картах. Ну, и мы приехали на место, и картограф древний был абсолютно точен. И благодаря вот анализу этой старинной карты мы именно нашли ее стоящую на своем месте. Это вот от глобального к локальному. Чрезвычайно высокий интерес к причерноморскому региону и его картографированию был связан с многочисленными австрийско-польско-русско-турецкими войнами в 16-18 веке, когда территория выступала главным театром боевых действий. Ну, конкретно северо-западное причерноморье, ну и все северное, конечно, и восточное причерноморье было охвачено этими процессами. По нашим оценкам, с 15-го до середины 19-го века было создано около тысячи, может быть, даже больше карт. Они сейчас только начинают выкладываться в общий доступ, и широкий круг исследователей, даже исследователей, не говоря о простых интересующихся людях, не специализирующихся на таких исследованиях, имеет к ним доступ. Этим занимаются библиотеки, хранилища разной страны по-разному. Ну, вот ряд стран Западной Европы и России, в том числе, уделяют намного внимания. И сейчас огромное наследие картографическое доступно каждому из нас. Во второй половине 18-го века происходит переход к следующему этапу, к классическим топографическим исследованиям. Я уже не буду говорить. Следующий докладчик гораздо лучше меня задает эти вопросы. Ну, вот для отдельно взятой точки могу привести, в пример, недавно вышедшую статью свою про Кишинев на старинных картах. И тоже благодаря картографии мы узнаем много деталей. Обозначен город на выдающихся произведениях, таких как Касталь, Доброновий, Сансон, Дэвид, Кантелли, Коронелли, Шенк, Зойтер, Кантемир, Дзанони, Рицидзанони, Баур, Шмидт и многие другие выдающиеся наши предшественники. Здесь много географов, картографов сидит. Мы должны знать наизусть, конечно, эти фамилии, хотя они сейчас затеряны в глубине веков, но это такие специалисты, такие точные произведения они создавали, что диву даешься. Ну, вот про карты Баплана я уже сказал. Общий чертеж пустынных земель, полей, называемой Украина, и специальный чертеж уже в дальнейшем переизданный. Карты Коронелли созданы для военного министра величайшего французского короля Людовика XIV, маркиза де Крутанво. В 1688 году они уже делают вот эту невероятную по своей детальности карту от, вот если видите здесь, от Адриатика до Черного моря, все побережье в течение Дуная. И это та самая первая карта, на которой появляется впервые под своим современным названием Кисноу, Кисноу значит Кишинев, первый раз. И такой детализации в конце 17 века еще не было ни на одной карте. Ну, конечно, это для военных задач, для Франции, Франция была самым развитым государством в то время, для них была создана такая потрясающая детализация. На конкретно северо-западной причинноморье, это буквально ближайший к нам регион, это вот нынешняя Украина, Молдавия, Румыния пограничьи. Вот самая детальная и фантастически подробная карта Кантемира, она сохранилась в нескольких оригинальных экземплярах, вот самый подробный из них во французской библиотеке, Дан Вильям был сделан. И уже спустя пару десятилетий она активно вошла в европейскую картографию. Эпоха в картографии, это, конечно, работы Рицид Занони, одного из самых потрясающих и плодовитых картографов. Вот северо-западная причинноморье, это вот совокупность карт, потом покажу на компьютере, ну и коллегам разослали тоже. Здесь вот северное причинноморье и северо-западное охвачены несколькими листами его атласа, карты Польши. Так, ну, завершая, еще две карты приведу в пример того же Дзанони, и сразу видно, как отличается его польский атлас, который он несколько десятилетий собирал по старым источникам, по старинным. И новая его эпоха, это уже буквально через два года он издает, это Черное море, мы здесь видим, насколько подробный Крым, 1774 год. Это новая, как бы вторая, Дзанони 2, вот это его второе такое, на этот регион глобальное произведение, и оно соответствует новейшим представлениям, новейшим топографическим знаниям на эту территорию. В то время как вот предыдущий его атлас, он совершенно разнится с его же произведением, что еще раз подчеркивает архаичность тех сведений. Вот та карта Польши для северо-западного, северного причинноморья, это, конечно, самый обнаруженный нами, самый детальный древний топографический источник, топографическая карта. И она очень хорошо коррелирует с данными Кантемира, который тоже не мог проводить такие детальные исследования, а базировался на османской картографии. Османы пока не открывают свои, медленно, еле-еле открывают свои кладези, а в Стамбуле, в Анкаре, там, конечно же, потрясающие коллекции карт. Но нам только предстоит еще вообще всему научному сообществу прикоснуться к открытию этих сведений, которые включают все, от геологии до идеологии. Мы найдем на этих картах в нужный период, и тогда будем более точно говорить о предыдущих эпохах. Ну и потрясающая такая, фантастически детальная и отстоящая от вот этих предыдущих, но очень похожая на Дзаноне, карта Кушелева, 1800 года, при Павле I, она уже создана, подробная милитарная карта по границе России с Турцией. Это русская карта, полностью по-русски сделана, и она уже на голову выше, чем ее предшественники. Вот посмотрите, как, ну это практически современные наши представления. Конечно же, дальше будет новая эпоха, особенно XIX век, но все, что мы видели сейчас, это база, основа, которая должна использоваться методологически при проведении наших комплексных, социо-естественных, природно-культурных исследований. Спасибо за внимание. Спасибо большое, есть время на вопросы. На вопросы, конечно, есть время. Да, 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 это наш произведение. То ли мне показалось, то ли действительно, там, по-моему, не полностью бассейн. Согласен с вами, да, просто не хватило места, но я даже открою ее, эту карту. У вас на Физионовский бассейн входит даже в Уганде. И вы знаете, этому практически не придают значения при дискуссиях. А это очень важный аспект, что не только наше... Днепр полностью, все северная часть, сейчас покажу. Значит, да, 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 северо-восточная часть, и вот только Долина Нила, и дальше вот этот огромный аппендикс такой, который обязательно нужно учитывать при исследованиях античности. Но для нас было важно показать место северо-западного Причерноморья в этой структуре. Это уже дискуссия. Да, это кулуар. Дискуссия, потом вечером, за чашкой Сомранского. Да, пожалуйста. Да, вот, да, вот, пожалуйста, пожалуйста. Да, спасибо большое за доклад. Критов Критович, одно из многочисленных мер, где я сейчас предпадаю, в Чевастопусе, в государственном университете. Мы в качестве мейс-стрима своего, смотрите, рассматриваем концепцию Большого Средиземного мира, в которой приложили руки коллеги из Москвы, правда, в основном политологи. И сейчас идут всякие у нас семинары, разговоры, да, за тем, где граница эта пошла. Некоторые геологи говорят, знаете, там разлом начинается от Кариба, значит, Кариба это тоже. Другие говорят, в России он пользуется Большого Средиземного мира, значит, то, что в Сахалине он тоже. Для меня всегда важно человеческое движение. То есть там не заканчивается Средиземного мира, что у вас жизнь, для меня заканчивается Средиземного мира. Для вас не заканчивается Большое Средиземного мира. Позвольте мне перенаправить этот вопрос к моей старшей прекрасной коллеге, Тамаре Артаковне-Галкиной, которая посвятила много десятилетий по моей жизни изучению этого вопроса. Она так компетентно вам ответит, что мы не будем занимать сейчас это время. Спасибо. У нее будет завтра доклад, да, в том числе касающийся этих аспектов, и большая работа посвящена ответу на этот вопрос. Света Большой Средиземного мира, частная цель. Хорошо. Конец развития порталанов на Черном море, с началом точного картографирования прибрежной полосы, тогда кончилось одно... Да, интересный вопрос. Спасибо. Потому что мы понимаем, что тысячелетняя история практически, там, 16-14, даже арабские, если порталаны взять, и тогда еще больше. Вот все это. А ведь, на самом деле, почему это очень важно? Потому что порталаны были распространителями Средиземноморского образа жизни, поэтому где-то, так сказать... Ну, индикаторами, да? Да, индикаторами, где-то Анатолия, так сказать, на самом краю Ирак-Иран, они тоже хлебнули по побережью этого образа жизни, так сказать, тоже, может, пиццы поели, что называется. Как к вам все приходит. Ну, про карты. Значит, ну, порталаны у нас есть прекрасные специалисты, которые докторскую диссертацию по этому поводу защитили. Да, мы их регулярно печатали, речь о Гордееве, значит, ну, конечно, он проанализировал великое множество этих произведений науки и искусства. Мы можем достоверно говорить, что с 13 века у нас уже они входят активно в обороте, и до 16-17 века даже используются... Но, понимаете, это мореходная карта. Порталаны, им нужен берег, и поэтому... Берега идеально картографированы, там все здорово, классно. Про картографию суши мы говорим уже... Но, знаете как, вообще хорошая картография, вот прям такая научная у нас, от Птолемея. Это середина 2 века. Он тогда... Долго еще ответ, просто... Еще, товарищи, хотели, хотели... Неразрывно взаимосвязанно. И когда мы изучаем... Мы должны и берега изучать, и прибрежные территории, которые, конечно же, исследовались другим способом. Можно передам уже коллеги? Он прекрасно эту тему будет докладывать. Я просто понял, и уже, в принципе, ответ получил. То есть я, смотря на эту карту, я из Тамбова, я приближусь, а до Москвы карта не дошла. То есть Москва не входит, а там... Средиземноморья? Нет. Если бассейновый принцип, то, конечно же... Воронеж тоже входит. Воронеж входит, и вот Новомосковск тоже входит. Все хотят... То есть может представать на кусочек. Мы и претендуем. Сейчас еще один вопрос. Так, ну последний. Практически так. Вот традиционно турецкая проведция в Рамке и 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 в Рамке. Не слышно. Сначала учетно проникать туда к себе и изучать и территорию, и источники, и так далее. Как сейчас с этим? Вот как в Амбере туда прошло? В Амбере, венгерский ученый еврейского происхождения, но из Венгрии. Он же что сделал? Это же смелость потрясающая. Он переоделся в Дервиши и под видом Дервиши прошел всю Турцию и все исследовал. Но вот сейчас как отношение современного турецкого правительства к исследованиям зарубежных ученых у себя на территории? Взаимодействуют по всем фронтам, и там Турция в этом плане достаточно открыта. Другое дело, что они не все кладовые открыли. Нам-то нужны... Это следующие этапы. Мы еще Северное Причерноморье недоизучили, только начали к этому подходить. Но на Турцию у нас большие надежды. Конечно. Мы, конечно, не будем переодеваться Дервишами, чтобы проникнуть во все их тайны. Вот мы предложим коллегам взаимодействовать. В Одессе есть известный историк, специалист молодой красножен. Вот он тесно сотрудничает с... Он археолог-историк, но он сотрудничает тесно с турецкими своими коллегами, которые в Турции, в Голландии. И они вместе выпускают сейчас книги, детальные исследования Бессарабской части, Придунайской части. Ну, они с памятниками, с исследованием памятника архитектуры. И картография тоже там хорошо у них представлена. Этот метод внедряется широко и правильно внедряется в научный мир и в научную методологию. Так что идем по этому пути вперед. Большое спасибо. Доклад очень интересный, вызвал целую дискуссию. Так, но нам придется все-таки продолжать идти по нашему...